Ну что, вы готовы для маленькой инъекции Парижа? Всем привет, мои дорогие! Сегодня у нас совершенно неожиданное видео. Я вещаю из прекрасного, волшебного, солнечного Парижа. Я чуть дальше вам расскажу, почему я здесь оказалась. Это что-то среднее между работой и важными делами. И приятным времяпрепровождением, конечно же, Акакпой, иначе может быть в Париже. И для начала я просто показываю свой аутфит. Да, как всегда, мои влоги, естественно, про моду, но о чем мы можем еще говорить, стоя в Париже. Итак, на мне аутфит номер один, назовем его так образно. На самом деле это образ из самолета. Я буквально час назад приземлилась, сразу приехала в прекрасный центр. Поэтому показываю вам аутфит, в котором я была в самолете. На мне вы видите трендовые, огромнейшие джинсы. Кстати, они вот буквально на один размер больше. На мне размер 38. Это H&M, ссылку оставлю в инфобоксе. Длинный лонгслип, опять же, только из-за того, что я летела в самолете. Хотелось надеть, что это максимально комфортное. Джемпер, кажется, это аркет, не помню, в инфобоксе напишу. Трендовую полоску с отложным воротником. Чуть дальше станет холодно, я его на себя надену. Сумочка Луэва, потому что это самая идеальная базовая сумка, и она же идеальна для самолета, как ручная кладь. И удобнейшие ковбойские сапоги из Эмель Моран. Они для меня такие же удобные, как кроссовки. Именно поэтому я их выбрала, чтобы много ходить по прекрасному Парижу. И вы отправляетесь со мной. Коротенькая, неожиданная вставочка парижского шика, парижского стрит-стайла. Специально наснимала вам коротенькие заметки, специально ловила именно французскую речь. Надеюсь, вас вдохновлю настоящим парижским стилем. К сожалению, не получилось снять много французского стрит-стайла, но все же кое-что интересное вам покажу и расскажу. Лично мне первое, что бросается в глаза и что радует мою душу, это количество женщин в возрасте, одетых невероятно стильно. Это и продуманные укладки, и костюмы, и шейные платочки, подобранные на контрасте принтов с другими элементами одежды, и броши. Эти женщины не боятся носить деним, джинсы, джинсовые куртки, огромные палантины, как главный акцент в полностью черном аутфите. Или просто изобилие цвета. Очень много аксессуаров, как главный элемент индивидуального стиля. И заметьте, прежде всего стиль, как элемент самовыражения, а не копирование каких-то известных трендов. Например, такие интересные решения, как надеть мужской галстук к базовому образу, или использовать накидки кимоно для создания образа в стиле боха шик. И, конечно же, изобилие белого цвета. Это и белые юбки, и белые джинсы, и белые брюки. Ну и, конечно же, мужчины и парижане, как отдельный вид искусства. Этот мужчина пришел позавтракать в кафе Лувра. Он поздоровался по имени с каждым из официантов, и сидел долго, читал французскую газету, пил эспрессо и просто наслаждался воскресным утром. Кстати, на нем вы видите костюмную мужскую жилетку, и я в целом видела очень много костюмных жилеток не только на женщинах, но и, конечно же, на мужчинах. Причем стилизуют они их в очень интересных сочетаниях. В общем, конечно же, насладилась, получила огромное удовольствие, наблюдая за французским парижским уличным стилем. День номер два. Сегодня я проснулась в особенно приподнятом настроении, хотя кого я обманываю? Быть в Париже и находиться в плохом настроении просто невозможно. Итак, мы с вами находимся в центре города. У меня за спиной один из самых известных и, насколько я знаю, старинных торговых центров Самаритен. В этом торговом центре собраны все-все-все вот те самые люксовые бренды, о которых мы с вами так часто разговариваем на моем канале. А буквально, вот буквально в десяти метрах отсюда панорамный ресторан, тот самый, где снимались эпизоды Кэрри в Париже. Помните «Секс в большом городе», когда она приехала в Париж? Вот именно там снимались эти эпизоды. Сейчас попробуем, ну, хотя бы в улице поснимать и посмотреть, и прочувствовать магию этого города. Буквально развернулась. Сейчас у меня за спиной главный офис Louis Vuitton в Париже. И вот при такой прекрасной картинке я вам сейчас покажу свой аутфит. Итак, на мне надеты белые джинсы с разрезами украинского бренда. Как всегда, все ссылки в инфобоксе. Дальше нижний слой, вы видите рубашку H&M, полосатая рубашка. Еще сверху utility jacket от End of the Stories. Купила буквально пару дней назад, так что все ссылки оставлю в инфобоксе. Удобные те самые Western Boots казаки, казаки Изабель Моран. Маленькая сумочка Louis Vuitton Puzzle. Обожаю ее, даже всегда ее берут в путешествия. Когда я знаю, что я ненадолго выхожу, мне не надо брать с собой бутылку воды и много всего, я беру эту маленькую малышку с собой. Решила еще добавить ремень Saint Laurent. Базовый, очень удобный и при этом невероятно эффектный ремень. И вот такой аутфит у меня получается. Специально надевала слои, чтобы можно было, если будет очень жарко и выйдет солнце, снять куртку и просто остаться в рубашке. Все, мы поехали дальше наслаждаться Парижем. Посмотрите, какую я малышку нашла. Это новый бренд, очень хочу его найти онлайн, изучить, посмотреть, что это такое, потому что дизайн потрясающий. Качество очень приятно держать в руках и посмотрите на этот дизайн. Чуть-чуть есть ощущение Louis Vuitton Puzzle испанского люксового бренда, но в целом, конечно, малышки очень красивые и цена здесь, ой, даже не знаю, но, наверное, в пять раз дешевле, чем Louis Vuitton Puzzle. Вот, смотрите, какая красотка. Очень симпатичная и цена у нее 385 евро. Посмотрите, какой потрясающий дизайн. Очень добротно выполнено. В общем, буду искать ее в интернете. Очень интересно почитать про этот бренд подробней. Итак, по поводу причины, почему я оказалась в Париже. Я сюда прилетела для одной очень важной встречи. Пока раскрыть все детали не могу. Мы придумали и готовим очень интересный проект. Для этого мы прилетели в Париж. Пока что, честно, ничего не могу рассказать. Это стадия номер один. Я очень надеюсь, что в ближайшее время вы узнаете все детали, и я вас обрадую чем-то очень интересным. Значит, это требовало некоторых секунд репетиций. Мне сейчас объяснили, что мы стоим на крыше в гостинице, которая называется «Господи, заткните уши, знатели французского языка». Поверьте мне, это было нелегко. Я репетировала минут 10. Переводится это как «белая лошадь». Это потрясающе очень дорогой отель в центре Парижа. Мы сейчас находимся на крыше этого отеля. Здесь очень классный ресторан. Но, конечно же, самое ценное в этом ресторане, как вы сами понимаете, это «Витт». И если мы посмотрим вот сюда, у меня где-то за левым плечом сейчас находится пик Notre-Dame-de-Paris. Где-то там вот он реставрируется. Ну, наверное, вы слышали плохие новости. Несколько лет назад он сгорел, реставрируют его. Скорее всего, мы не пойдем его смотреть, потому что он закрыт лесами. И если мы с вами перейдем немножечко вот туда налево, у нас с вами получается примерно вон там та самая Эйфелева башня. Я не знаю, подъедем мы к ней или нет, но давайте хотя бы издалека посмотрим на этот прекрасный символ. И согласитесь, даже учитывая, что серое небо и погода в целом создает очень серое ощущение, но Париж даже в плохую погоду, даже с облачным небом, просто волшебное место. Кстати, многие мои близкие знают, что если они меня спрашивают, что мне подарить на день рождения или на Новый год, то я всегда отвечаю большой фолиант, особенно если он как-то связан с модой. Эти книги всегда дорогие, и они особенно хороши в качестве подарков. И здесь потрясающий книжный магазин. Здесь практически каждую книгу хочется увезти с собой домой, но они огромные, они очень-очень-очень тяжелые, поэтому просто смотрю и пускаю все они. Может быть, получится где-то найти их в интернете и заказать онлайн. Сегодня проснулись в Париже. Опять не очень хорошая погода, очень темно, небо затянуто плотными серыми тучами, но это не повод расстраиваться, и мы отправляемся. Мы с вами в святом месте, это галерея Диор. Только не путайте с музеем самого Кристиана Диора. Эта галерея посвящена истории модного дома Кристиан Диор. От первых секунд создания и до сегодняшнего времени. Если вы будете в Париже, обязательно выделите всего лишь 2 часа вашего времени, 12 евро стоит билет, вы можете его купить онлайн. И проведите волшебные 2 часа в этом музее. Поверьте, даже если вы к моде не имеете никакого отношения, просто любите смотреть модные видео на YouTube, вы получите удовольствие. Экспозиция музея начинается с витрины, в которой вы видите миниатюры всех знаковых изделий модного дома Кристиан Диор. Причем начинается эта галерея с первого этажа, с белого цвета, и через всю радугу заканчивается на четвертом этаже черным цветом. Весь этот атриум пронизывает изнутри все здание музея Диор, и в этом месте, конечно же, все, особенно девочки, особенно женщины, останавливаются для того, чтобы просто сделать фотографии и насладиться визуальным рядом. Сам музей начинается с верхнего этажа, где вначале вам рассказывают об личной истории Кристиан Диора, где он родился, в какой семье, в каком доме он вырос, объясняется его тяга к саду, к цветам. Ну и, конечно же, первое, что вы видите, когда заходите, это тот самый легендарный нью-лук, то есть новый иксообразный силуэт, который Кристиан Диор презентовал на своей первой коллекции в 1947 году. Белый барный жакет с элементами корсета, черная юбка и потрясающая элегантная шляпа. В этом первом зале очень много личных вещей Кристиана Диора, объясняется его любовь к цветам, к саду. В этом же месте объясняется, почему он был таким суеверным. Есть металлическая звезда, которую он нашел на улице за год до основания своего модного дома Кристиан Диор. В этот момент он шел на переговоры со своими будущими инвесторами и посчитал находку этой звезды в некотором плане положительным символом. И до сих пор звезды используются во всех коллекциях модного дома Кристиан Диор. Мне очень понравился отдельный видеоряд с похорон Кристиана Диора, ведь на самом деле он успел проработать всего лишь первых 10 лет существования своего модного дома. Всего лишь 10 лет, начиная с 1947 по 1957 год. Но вдумайтесь, насколько много он успел вложить в свой модный дом на протяжении всего лишь первых 10 лет. Ив Сен-Лоран был на его похоронах. На тот момент он являлся правой рукой Кристиана Диора. И после его смерти он стал первым креативным директором модного дома Кристиан Диор. В галерее, конечно же, много залов, в которых вы можете детально, очень близко рассмотреть непосредственно те изделия, которые создавал лично Кристиан Диор. Рассмотреть все детали, элементы вышивки. И, конечно, для любителей истории костюма это огромное счастье видеть и рассматривать все вживую в деталях. Начиная именно с Ив Сен-Лорана, отдельные залы по всем креативным директорам, которые хоть когда-то руководили модным домом Кристиан Диор. И очень интересный был отдельный зал, где все знаковые изделия каждого из креативных директоров были подсвящены интересными видеоставками с их показов. И вот в этом месте я провела, наверное, минут 15, просто рассматривая каждый видеоряд. Настолько поразительно красиво все собрано, я даже хотела узнать отдельно, кто являлся автором этой галереи Диор, потому что то, насколько все красиво создано, насколько все с любовью и с эстетическим взглядом создано в этом музее, требует отдельной истории. И знаете, что меня еще удивило, что прошло мимо лично моего внимания, есть в музее, в галерее отдельный зал, посвященный теме кино, то есть те фильмы, которые костюмировались главной героиней, в которой костюмировались модным домом Кристиан Диор. Я была потрясена на самом деле, как много невероятно красивого кино я пропустила. Я сфотографировала этот список, и в инфобоксе пропишу все названия фильмов, начиная от фильмов Хичкока, заканчивая современным кином, фильмы, в которых присутствовал дизайн модного дома Кристиан Диор. Обязательно открывайте инфобокс и найдите эту информацию. Будет как провести ближайший вечер. Огромные комнаты, где собраны реальные платья, включена классическая музыка, специально подобранная под каждый зал, голограммы, лазерные шоу. Было такое состояние, что когда ты стоишь, и ты ощущаешь, что у тебя мурашки идут по коже от красоты всего происходящего вокруг. Надеюсь, что моя маленькая экскурсия вам понравилась. Ну а сейчас по традиции рассказываю вам о своем аутфите. Итак, на мне надеты базовые черные брюки Utergoe, очень удобные лоферы Maison Marjola. Кстати, маленький секрет, мне очень нравится. Надевать цветные носки просто, чтобы разукрасить образ. Дальше базовый Long Sleeve H&M. Сегодня оказалось немного прохладнее, чем я ожидала, поэтому пришлось под него еще и надеть майку теплую. Выглядит немного неопрятно, но это реалии жизни, ничего страшного. И сверху я надела максимально теплый шерстяной блейзер Ender The Stories. Я его купила буквально два дня назад. Оставлю ссылку на него в инфобоксе. Очень довольна покупкой. Он и немного расслабленный, но в то же время собирает, структурирует образ. И невероятно теплый. То есть в некотором смысле это замена, альтернатива верхней одежде, которую мы с вами будем носить еще долго, поэтому хочется потянуть время до огромных теплых пальто. И одолжила у Дианочки белую сумку Prada. Клео, кажется, да она называется? У меня точно такая же черная, но я одолжила белую сумку, потому что она идеально вписывается в образ. Итак, максимально удобный, комфортный, потому что, опять же, сегодня мы будем наслаждаться Парижем и гулять очень много. Все ссылки в инфобоксе, а я с вами на сегодняшний день прощаюсь. Сегодня четвертый, последний день. Мы приехали на ланч. Сейчас я вам покажу потрясающее место, где мы будем ланчевать. И знаете, что самое приятное? По всем прогнозам погоды сегодня должен был быть дождь практически весь день. Я сегодня утром проснулась, и это сюрприз. Это просто подарок, потому что у нас была запланирована прогулка. Самая, наверное, важная для меня прогулка. Это Лувр, это вот все-все-все вот эти самые красоты, с которыми у нас ассоциируется Париж. Я предполагала, что это все будет происходить в дождевике и под зонтиком. И вот такая погода. Я без утия. А мы с вами отправляемся в кафе, который находится вот практически в Ливре. Кафе называется Марли. И самое интересное, что это, конечно же, вид с террасы. Смотрите, какой обалденный вид открывается. Мы были на ланче. Это было дорого, вкусно, но вид перекрывает все разочарование, когда мы увидели счет. Все равно буду рекомендовать, если у вас есть небольшой бюджет, то хотя бы просто выпить кофе, заказать какой-нибудь небольшой десерт и насладиться видом. И в тот момент, когда мы приехали сюда, я поняла, что, может быть, даже лучше бы шел небольшой дождик, хотя бы моросил бы дождик, потому что сегодня воскресенье, количество людей какое-то огромнейшее. Я так понимаю, что приехали и французы, и соседние городов, и прям туристы-туристы. И насладиться городом в чистую, чтобы прочувствовать энергетику самого города, не получится. Поэтому неизвестно, какая погода лучше, но в любом случае идем гулять и наслаждаться городом. И вот тут мне нужна ваша помощь. Мне очень нравится, как выглядит газон. Смотрите, идеально стриженная трава. И при этом вот так достаточно, вроде бы кажется, что хаотично, высажены полевые цветы. Наверняка у такого стиля ландшафта есть свое название. Очень хочется узнать. В общем, кто у меня разбирается в этой тематике, пишите в комментариях, как называется такой стиль ландшафта, зеленого ландшафта. И самое время показать мой аутфит. Вы не пугайтесь, я держу айфон, потому что на самом деле я звук пишу здесь. Моя батарейка микрофона вовремя умерла. Ну, это детали. Итак, на мне вы видите молочные брюки из Zara. Мне хватило мозгов надеть именно светлые брюки, но мне не хватило мозгов еще и надеть светлую обувь. Если вы будете собираться гулять в Париже возле Лувра, обязательно наденьте светлую обувь, потому что иначе будет горе-горе. Дальше вы видите на мне базовый черный ремень Saint Laurent. Как всегда, все ссылки в инфобоксе. Базовая черная маечка. Рубашка H&M. Полосатая. Кстати, оставлю где-то здесь ссылку на Reels, где я показывала много разных способов, как носить полосатую базовую рубашку. И сверху теплый-теплый бомбер. Честно говоря, мне даже жарко в этом аутфите, потому что сегодня где-то плюс 18, наверное, по моим ощущениям. Намного теплее, чем я ожидала. И базовая сумочка Puzzle Loewe. Еще одна невероятно универсальная в мяч в моем кардеробе. Наверное, мне кажется, не было ни одного аутфита, куда бы она не вписалась. И очки Миу-Миу. Знаете, когда мне будет 90 лет, я буду сидеть в кресле-качалке, щуриться на солнышко, и буду сидеть точно в этих очках. Я уверена, что они будут так же классно, необычно, стильно смотреться. Я надеюсь, вам нравится мой аутфит. Мы отправляемся еще буквально на часик где-то погулять. И через два часа у меня самолет. Я улетаю, оставляю всю эту невероятную красоту где-то в прошлом. Но для этого я и снимаю влоги, чтобы можно было потом с вами все это пересматривать и погружаться в невероятное ощущение счастья. Ну что, я приехала в аэропорт. Даже невзирая на то, что должны были быть сплошные дожди, Париж нас порадовал, было яркое солнце. Мой чемодан, аэропорт, я отправляюсь обратно в Лиссабон. Я сделала все свои запланированные дела, провела важную встречу, показала вам Париж. Ну а мы с вами прощаемся до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok